Значит, мы, собственно, подходим к завершению, вот прямо сейчас завершим, на этой лекции даже так, в первой половине, наш замечательный алгоритм. Вот, я действительно повторю, что, значит, вот мы заинтересованы, ну, собственно, дело, наука заинтересована, ну, и вот в частности наша лаборатория заинтересована в том, чтобы запрограммировать этот алгоритм, вот. И, ну, скажем, если это 30-50 тысяч, это будет вот вознаграждение за такую программу, которая работает. Ну, может быть, если это будет делать несколько человек, ну, может, поделим эти деньги, вот. Это, собственно, нужно даже больше, чтобы вот войти в тему, ну, войти в такую математико-программистскую сторону. Этого, так сказать, ну, может, больше, чем даже нам программу получить. Ну, программу тоже хорошо получить. Кто запрограммирует, будет ей считать для нас, то все. Вот. Ну, и насчет окончания, значит, вот сегодня мы закончим, значит, алгоритм. Потом мы начнем доказывать, значит, из недоказанных, у нас там довольно много было утверждений. Ну, как много? Относительно много там. Лемма, я их напомню, на память помню, лемма-1 не доказана, лемма-0 и лемма-4. Вот и все. Но мы их все, конечно, не успеем доказать. И мы займемся доказательством потом лемма-1. Это будет некоторый новый вид такой деятельности, уже доказательства. Вот, собственно, такие математические доказательства, они, ну, какая-то немножко отдельное дело. Пока мы, собственно, ничего не доказывали, ну, кроме там несложных вещей совсем, в общем, разбирали понятия, понятия, постановки задач, связь этих понятий и задач. А вот теперь наступит время доказательств. Значит, мы сегодня начнем доказательства леммы-1. В следующий раз мы закончим доказательства леммы-1. Ну, и с учетом маяцких праздников, наверное, у нас после этого уже будет, может быть, консультация, так сказать, кто захочет со мной поговорить. Ну, и вот наш курс подходит к концу на этом. Ну, вот, давайте еще раз. Вот тут очень уместно спросить, спросить или вообще высказаться. Значит, в чем состоит наш алгоритм? Ну, я бы сказал, довольно грандиозный, ну, хотя внешне, вот, с учетом всего, всех разбирательств, он, в общем, так сказать, кажется, и несложно, наверное. Сейчас, вот, где я ищу. Вот, весь алгоритм состоит из трех этапов. Ну, мы называем это этапами, неважно, как называть. Первый этап, значит, ну, алгоритм работает над чем? Над графом G и над ценами операций. Сейчас про цену я еще скажу. Значит, что делает алгоритм с графом G? Сначала он удаляет все обычные ребра. Ну, например, типично для этого ДМ применять. Двойной эпирик ДМ. Потому что я так буду их называть там. Получается G штрих. Вот к этому же штрих мы применим сейчас какие-то, какие-то из тех вот 51 взаимодействия, которые мы в прошлый раз перечисляли. Они не все будут применяться, а какие-то из них. А как решить, какие из них применять, это вот сейчас будет предмет рассказа. Значит, а результат вот этого применения обозначается G2 штриха. И к этому графу нужно применить просто автономный алгоритм. Все. Это и есть выход всей программы. Теперь, значит, что у нас дано? Или, как говорят программисты, что есть данные? Значит, это сам граф G. Ну, что значит задать граф G? Значит, задать его ребра. Значит, задать все его вершины. Ребра, например, концами задавать каждое ребро. N1, N2. Ну и, значит, какое ребро с каким соединяется. Ну, в общем, можно по-разному задавать граф. Значит, ну, надо задать граф. Но еще нужно задать ценные операции. Значит, у нас есть какие операции? У нас, значит, есть операции, которые мы называли DCG. Это лучше запомнить. Это что такое? Это DM, SM, CAT. CAT – это удалить ребро. И OM – склеить две свободные вершины. Это обратное к CAT. И еще есть две операции удаления. А удаление. То есть удаление А сингулярной вершины. Мы цену А удаления обозначаем WA. W маленькая, с индексом А. И удаление B вершины. Ее цену обозначает WB. W маленькая, B в индексе. Вот у нас шесть еще как бы есть чисел. Но у нас будет требоваться, чтобы цены DCG операций, вот чтобы все строго доказать, нам нужно, чтобы цены DCG операций были равными. Но тогда можно сделать такой прием. Раз цены этих четырех первых, называемых DCG, Double, CAT, Join, значит, вот эти четырех операций равные, это такое требование, чтобы все доказать, то давайте поделим все цены на это число, вот на это C, равное цену DCG операций. Тогда DCG операций все будут равны единице, если поделить на них, на C. Ну а C на WA, WB, там будет, ну, какое-то там число, WA бывшее, поделить на C. Это будет новая цена, WA, тоже WA. Ну и WB на B, новая WB. Значит, таким образом у нас остается как бы три числа в качестве данных. Ну, единица даже и не считается данных, они всегда цены этих DCG операций. А нетривиальные данные два остаются. WA, WB – цены, A удаление и B удаление. Значит, ну, A удаление и B удаление входят симметрично. Поэтому можно считать, что одно из них меньше другого. Это же два числа рациональных. Два числа, значит, ну, какое-то из них меньше или равно другого. Ну, будем считать, что WA меньше или равно WB. Ну, иначе надо везде в алгоритме A и B поменять местами. Значит, WA меньше. Таким образом, соотношение цен операций это три числа сравнить. WA, вот я говорил, надо приготовить тетрадочку, желательно что-то писать на ней, все за мной. Вот три числа изобразите. Значит, единицу, WA, и WB. Ну, как эти три числа могут быть расположены? Здесь, естественно, возникают случаи, что оба они меньше единицы. Это вот один случай проценный. Другой случай, что оба они больше единицы. Ну, раз мы говорим, что WA мы приняли меньше или равно WB, значит, первый случай – это WB меньше единицы. Ну, автоматически WA. Второй случай – WA больше единицы, но автоматически WB. И третий случай – единица зажата между ними. То есть WA меньше или равно 1, которое меньше или равно WB. Вот три случая. И действительно, там вот строгие рассуждения, они зависят от этих трех случаев. Ну, там даже алгоритм немножко там меняется. Вот мы пока рассмотрим случай, когда оба они меньше или равно единицы. То есть мы сейчас будем рассматривать случай, WA меньше или равно WB, которое меньше или равно единицы. Но я вот так проскочил, и вы можете меня спросить, как же так? Неужели ничего не изменится от того, что мы все цены поделим на C? На C вот это, на эту константу. Одинаковые цены, если же операции. Да, да. Почему ничего не изменится? Потому что минимизируемый функционал – это есть сумма цен операций в приводящей цепочке. Ну, значит, сумма цен операций, то есть это вот значение функционала на приводящей цепочке X. X – это аргумент. Любая приводящая цепочка от G к финальному графу. Значит, мы просто наш функционал, эту сумму цен приводящей цепочки, поделим на константу. Ну, или умножим на константу единицы на C. Ну, хорошо известно, что минимум, точка минимума, точка минимума, то есть та приводящая цепочка, кратчайшая, которую мы ищем, она не меняется, если мы любую минимизируемую функцию, функционал – это одно и то же функция, функционал – поделим или умножим на константу. Ну, конечно, само значение цены на этой кратчайшей приводящей цепочке изменится, а именно это будет деление суммы исходных цен на C. Ну, надо тогда, если мы хотим в исходных ценах считать, надо умножить на C. Это будет уже минимальное значение функционала в исходных ценах. Вот. Ну, я думаю, есть какие-то здесь вопросы или неясности? Нет, да? Можно, как мы рассматриваем, что WA меньше WB меньше единицы, да, в случае? Ну, то, что, да, в том, что я сказал, то есть, что можно взять, что WA, WB единица есть, да, ну, то есть, что можно поделить на C. Это относится к любому случаю. Но дальше вот, я пока еще не стал говорить, вот дальше, как мы будем выбирать эту максимальную область M, это зависит от того, что, да, меньше ли они обе цены единицы? Мы будем этот случай рассматривать, да. Да, ответ да. Так вот, формальный. Да, все, понял. Ну, случаи другие, они похожи там. Там небольшие изменения происходят, непринципиальные. Кто запрограммирует один случай, тот можно считать, что вот все, мы уже считаем, что программа есть. Давайте так упростим ту сверхзадачу, которую я сформулировал перед этим. Будем считать, что вы программируете случай, который вот в точности я излагаю на лекциях, когда WA меньше ли равно WB и меньше ли равно единице. Ну, хорошо. Ну, теперь вот мы будем, тут не написано это, но будем этот случай рассматривать, пока я даже и не видно, где это сказывается. Ну, где-нибудь там будет, есть детали, где это важно. Вот. Теперь, значит, так, что же такое максимальная область? Ну, чтобы к этому прийти, надо посмотреть на наши, вот на наши, вот эти операции, на эти 51 операцию. Ну, давайте я начну, открою, например, список. Вот выше были операции с двумя цепями на этапе 2, а тут вот с тремя цепями и с четырьмя цепями. Ну, я снова напомню, что такое политип. Это вообще очень простая вещь. Вот каждое такое равенство, я напоминаю, задает то, что мы называем взаимодействием, но что является, попросту говоря, функцией. Функцией, или там, функцией или композиции операций или одной операции. Ну, это, конечно, немножко разные вещи. Но в чем состоит эта функция? Ну, вот, например, я куда угодно ткну. Вот, я возьму вот на это вот. Ой, у меня скакало. Вот. Вот я ткнул, например, вот на это. Три со звездой, один А, два Б штрих. В чем состоит здесь? Значит, все эти операции, вот я подписал, вот здесь плюс, вот то, что я в прошлый раз говорил, означает СМ операцию с разными типами аргументов. Таким образом, везде здесь СМ операции. Операция как таковая, сама по себе, одна и та же. Но аргументы меняются. Значит, здесь вот, например, нужно взять три цепи. Одну цепь типа 1А, другую цепь типа 2Б штрих. Сейчас даже не важно помнить, что это значит, типа 1А, или типа 2Б штрих, неважно. Это какая-то там цепь определенного, с определенными там соотношениями висячих вершин, там, или еще чего-то такого. Четный, нечетный размер. Ну, неважно. 1А – это какой-то определенный тип цепи. Вот надо взять такого типа цепи 1А, вот взять другого типа цепь 2Б штрих и над ними совершить СМ. А потом то, что получится, надо еще совершить операцию с каким-то типом 3, ну, и с тем типом, который получится. И вот получится обязательно вот этот тип. Ну, должен получиться, согласно нашего определения. Значит, таким образом, вот взаимодействие. Это просто в данном случае композиция двух операций. вот этого СМ вот первого плюса с двумя определенными типами аргументов. И еще одно СМ опять с двумя типами. Тот тип, который выйдет вот из скобок, из результата выполнения скобок, и вот этого типа, который выписан впереди. Причем мы уже знаем, что тип результата не меняется от того, какую цепь при сохранении типа мы будем брать. То есть, если мы сами цепи поменяем, живые цепи, я еще прошлый раз говорил, то есть, настоящие цепи в графе поменяем с сохранением типа, ну, а тип это некая характеристика. Вы понимаете, там есть характеристика, там, сельский житель и городской житель, ну, так условно говоря. вот можно считать, ясно, что характеристика быть сельским жителем или быть городским жителем, она, ясное дело, что есть целый класс эквивалентности. Это вот все городские жители, они имеют характеристику быть городским, а есть целый класс эквивалентности быть сельским жителем. Ну, вот представим себе, что они не пересекаются. Сейчас по жизни это часто пересекается. Когда-то там в советское время это, в общем, не пересекающееся множество были. Настоящие классы эквивалентности. Вот что такое взаимодействие. Это просто иногда одна операция СМ. По сути, это всегда СМ. Редко там ОМ. Либо вот некая композиция. Иногда вот с четырьмя цепями. Точнее, с четырьмя типами. С четырьмя цепями определенных типов. Вот тех. Вот надо взять вот с этими типами сделать СМ. С этими типами сделать СМ. И с тем, что получится из первой скобки сделать СМ. С тем, что получится из второй скобки. И должно получиться то, что справа. Так вот, поли тип – это просто запись типов аргументов. Таким образом, вот тут какой поли тип? Поли тип – это список тип 3 со звездой, тип 1А, тип 2Б штрих. То есть поли тип – это что-то вроде типа. Только тип – это характеристика одной цепи. А поли тип – это характеристика нескольких цепей. Это последовательность типов нескольких цепей, которые участвуют в данной композиции операций. Вот. Если у кого-нибудь, может быть, вопрос или высказывание на эту тему, спросите. Надо это место переварить. Оно, в общем, надо. Ну, более-менее понятно, как мы работаем. Что мы работаем с типами, что именно с конкретными? Ну, как? Тут нельзя выбросить ни одну часть в этом разговоре. Нельзя сказать, что мы работаем только с типами. С поли типами. Да. Нельзя сказать, что мы работаем только с поли типом. Ну, работать с поли типом – это значит работать с типами, которые составляют этот поли тип. То есть поли тип составлен из типов. Так вот, нельзя сказать, что мы работаем только с поли типами и его типами. Почему? Потому что СМ-то выполняется на чем? На живых цепях. А живая цепь – это как вот отдельно взятый городской житель и отдельно взятый сельский житель. Он не равен своей характеристике. Вот пусть городской житель имеет там где-то в паспорте пометку «1». Это его характеристика. Это его тип. А сельский имеет пометку «0». Это его тип. Но когда мы что-нибудь говорим «Иванов, выйди из строя». Я когда был на военной кафедре, нам так говорили в таком духе. Так это все-таки обращаются к некой характеристике Иванова, то есть не к «1.0», а обращаются к живому Иванову. То есть в данном случае обращаются к живой цепи. Но живая цепь – это цепочка ребер с их направлениями и их именами, натуральными числами. Это, конечно, не то же самое, что «1.А». Вот так что тут вот именно и то, и другое, оно вместе взаимодействует. Так, ну неплохо, что мы повторили это место. Но есть еще какие-то, может быть, вот просто замечания или мысли вслух? Нету, да? Ну, хорошо. Тогда что же мы собираемся сделать? Вот, что мы собираемся сделать? Итак, вот давай теперь еще раз, вот я без конца повторяюсь. Вот есть некоторые взаимодействия на цепях, вот типа того, что я выше показывал. То есть либо композиция операции, либо бывает одна операция. Вот есть некоторые взаимодействия на цепях с полиэтипом «А», ну или «Альфа», это греческая такая заглавная буква, с полиэтипом «Альфа». А полиэтип «Альфа» – это просто вот типы цепей этой композиции. А что такое качество этого полиэтипа? Это качество его взаимодействия. У полиэтипа есть одно определенное взаимодействие, но от которого взяты типы аргументов. У него есть качество. Ну, качество, я надеюсь, уж вы помните, что это такое. Качество, ну, взаимодействие у нас берется с аргументами фиксированными. То есть взаимодействие берется на каком-то «Ж». То есть качество – это «А» от «Ж» минус «А» от «Ж» штрих, как нам мудро кто-то сказал в прошлый раз, минус цена операции, которая переводит «Ж» в «Ж» штрих. Вот это качество. Так вот, у каждого полиэтипа есть качество. Ну, это просто качество его взаимодействия. Вот, что такое элемент? Это мы в полиэтипе, как цепочка типов, мы каждому типу сопоставим реальную живую цепь того же типа. Откуда взятую? Взятую из «Ж». Из «Ж». Ну, лучше сказать из «Ж» штрих, потому что у нас это будет все применяться, я даже сейчас справлю, взятую из «Ж» штрих, потому что это будет применяться на втором этапе. А на втором этапе уже у нас обычные ребра удалились. Так, куда же это девается-то? Господи, я не теряю вот эти все значки. Вот здесь вот, да? О, вот «Ж» штрих появилось. Еще в народе говорят «Кора, где ломышь». То есть в данном случае «Ж» штрих. Вот. Так что же это значит? Вот мы берем какой-нибудь полиэтип. Ну, вот от этого взаимодействия. Полиэтип всегда бывает от какого-то взаимодействия. Вот, значит, он будет 3, 1А, 2Б. Ну, я опускаю там эти штрихи, там не важно. Это что? Это только значки просто. Так вот, мы должны 3 сопоставить живую цепь типа 3 из «Ж» штрих, из графа. 1А сопоставить живую цепь типа 1А, и 2Б штрих сопоставить живую цепь типа 2Б штрих. Откуда все они берутся-то? Из «Ж» штрих. А «Ж» штрих у нас взялось из «Ж». А «Ж» нам дано. Дано на входе алгоритма. Так вот, это будет элемент. Значит, элемент – это просто полиэтипу. Мы инъективно, ну, инъективно означает, что вот разным типам, ну, разным вот этим вот значкам сопоставляем разные, разные цепи. Сопоставим цепи, цепи тех же типов. Ну, вот кто-нибудь умный скажет, да как же, что-то вы нам говорите инъективно. Но если типы разные, то цепи того же типа, они будут разные? Ну, скажите мне кто-нибудь. Или это неправильно? Ну, если типы разные, цепи обязательно будут разные. Да, конечно. Если типы разные, то, ну, при нашем определении типов, то, конечно, будут и соответствующие цепи автоматически разные. Зачем же тогда говорить инъективно? Но дело в том, что у нас есть и вот такие взаимодействия. 1А плюс 1А. То есть здесь нужно взять цепь сюда, значку 1А сопоставить. Нужно взять одну цепь, живую цепь типа 1А и вторую цепь тоже типа 1А, но обязательно другую. Вот инъективно означает, что разным вот этим вот типом из политипа. Даже если эти типы 1А-1А, то есть одинаковые, мы должны все-таки не активно сопоставить. Значит, вот, ну, главное понять, что такое элемент. Ну, теперь область – это множество элементов, так что цепи, приписанные разным элементам, не пересекаются. Так вот, то есть область – это множество элементов. Вот возьмем 2 элемента из этого множества. Ну, элемент привязан к графу G. Ну, опять, тут лучше написать G''. Ну, это уж такая вообще-то мелочь, но все это G''. так. Так вот, вот, если мы возьмем 2 элемента, у Альфа есть какие-то цепи, но которые сопоставлены типом, входящим в Альфа. И у Бетта есть какие-то цепи, сопоставлены типом, входящим в Бетта. Так вот, надо, чтобы эти… А вполне может быть, что какой-то тип 1А входит в Альфа, и 1А входит в Бетта. Это уж запросто. Так вот, надо, чтобы цепи, которые входят в элемент Альфа, не пересекались, не было общей цепи. Ну, конечно, если в Альфа берется тип 1А, а в Бетта там тип 1Б, то они, конечно, будут автоматически разные. Просто потому что типы разные. но вполне может быть так, что и здесь есть 1А тип, и в Бетта есть 1А тип. Так вот, мы хотим тогда, чтобы тип, который сопоставлен здесь 1А из Альфа, и цепь, которая сопоставлена типу 1А из Бетта, были разные. То есть, чтобы цепи, ну, в общем, что сказал, сопоставленные Альфа, сопоставленные Бетта, не пересекались. Почему? Ну, легко сообразить, почему. Потому что у нас поли тип Альфа, он ведь соответствует взаимодействию какому-то Ф Альфа. Ну, назовем его так. А поли тип Бетта соответствует взаимодействию Ф Бетта. Так зачем нам нужны элементы? мы собираемся взаимодействия Ф Альфа, взаимодействия, которые Альфа соответствует. Как его назвать? Ф Альфа? Может, можно его назвать просто Альфа, но только оно будет путаться поли тип Альфа и взаимодействие Альфа. С этим лучше, наверное, Ф Альфа говорить. Значит, так вот, взаимодействие Ф Альфа, если мы его применим к цепям из элемента Альфа и взаимодействие Ф Бетта применим к цепям из элемента Бетта, то у нас не произойдет коллизий. А в чем может состоять коллизия? Ну-ка, сообразите сейчас. Надо напрячься всем. В чем же коллизия? В чем проблема? Или, как любят говорить некоторые логики, противоречия. Логики очень любят употреблять это слово, но оно никакого особенного смысла ничего не значит такого особенного. но неважно. Так в чем коллизия? Дело в том, что у нас есть граф G, и в нем есть какая-то цепь, назовем ее как-то X. Ну, скажем, какого-то типа там, не знаю, там, два, типа три. Неважно, типа три. И мы эту цепь типу 3 сопоставили для Альфа, и типу 3 сопоставили ту же самую цепь для Бетта. Тогда получается, что эта цепь должна участвовать в выполнении взаимодействия F-Альфа и взаимодействия в Бетта. Но вы представьте себе, это физически невозможно. У нас же взаимодействие, это переклейка цепей. Нельзя сделать переклейку одновременно. Одновременно нельзя сделать переклейку набора цепей, которые пересекаются по какой-то двух наборам. Нельзя сделать переклейку набора цепей Альфа и набора цепей Бетта, которые имеют общую цепь Х. Потому что мы тогда Х должны переклеивать согласно F-Альфа, ДМ делать, например, уже условно, и делать переклейку с участием этой же цепи согласно F-Бетта. Но F-Альфа и F-Бетта это два разных взаимодействия. Но это совершенно точно так же, как если два пильщика, два работника рубят дрова, то они не могут схватить одно бревно. Потому что тогда либо один работник его рубит, либо другой работник его рубит. Но не могут два работника, которые отрубят чурбаны на даче, например, или где-нибудь в сельской местности, рубить одно, одно, один чурбан. Но тогда они подерутся. Если они схватят этот чурбан с двух сторон, то каждый будет дергать себе. Они не могут его одновременно колоть. Так что вот это есть смысл того, что элементы попарно не пересекаются. То есть ни для какой пары элементов из G нет пересечения цепей из альфа и из бета. Это понятно? Надо что-нибудь кому-нибудь сказать или спросить? Определение области понятно и смысл его? Я сейчас его выдумываю. Да. Можете пожалуйста еще раз сказать элемент альфа для данного политипа. Вот у нас допустим есть политип 1а. Вот давайте поглядим какой-нибудь действительно возьмем вот например вот посмотрите вот возьмем вот этот на который я все показывал курсором и возьмем просто соседний за ним. Сюда входит 3 со звездой и сюда входит 3 со звездой. Правильно? Это всем видно? Значит мы чтобы из политипа вот этого политипа получить элемент мы должны 3 со звездой сопоставить некоторую цепь х этого типа 3 со звездой и вот этому политипу вот этого будет альфа элемент а для этого будет бета элемент и вот этому 3 со звездой мы должны сопоставить некоторую цепь типа тоже 3 со звездой того же типа но тогда как мы можем выполнить одновременно это важное слово или хорошее слово независимо как мы можем независимо выполнить вот левое взаимодействие и правое взаимодействие ведь взаимодействие выполняется над живыми цепями значит вот это взаимодействие потребует цепь х вот этого типа 3 и это взаимодействие потребует цепь х того же типа 3 но нельзя выполнить например переклейку нельзя, потому что это разное. Тут мы должны цепь x как-то сочетать с 1a, а тут мы должны цепь t сочетать с 1b. Ну ясно, что это не может быть одна и та же цепь. Может кто-нибудь по-своему объяснит или скажет, что это ничего нельзя понять? Вот эта часть понятна тогда. А что тогда есть в область? То есть в область мы включаем представителей? Мы для каждого политипа означиваем, помните такое словечко я пропагандировал? Означить x, это значит x приписать, например, в школе число в лет 2. А есть другое означение x, приписать число 3. И третье приписать число там 7,5. Так вот, мы берем политип и его типы означиваем, то есть приписываем каждому его типу цепь, живую цепь из G' того же типа, но так, чтобы они все попарно не пересекались. Ну вот как это понятнее объяснить? Ну давайте, вы дискуссию-то это, вы не понимаете. А вот по формальной части определения область x в или G' или G'? Ну, поскольку G' происходит с G, G' это просто бывшее G, в котором удалили все обычные ребра. Ну, поэтому, конечно, здесь можно писать и G, можно написать G' . Хорошо, это не было и так, и так можно. Ну, может, так понятнее. Да, G' . Да, хорошо. Сейчас, может быть, на каком-то примере будет понятней? Просто я сейчас представляю, что мы берем вот элемент альфа, это представитель от какого-то класса эквивалентности. Альфа, тут вот слово класса эквивалентность, это правильно, но он только мешается. Еще раз. Ну, я не знаю, проще всего вот сюда глядеть. Вы пишите себе на листочке вот этот политип. Три. Вот я не буду значки сверху произносить. Три, один А, два Б. Выписали? Вы пишите. Все, все товарищи. А то я тут разбиваюсь, стараюсь. Потом, значит, это будет один политип. И вы означили эти вот типы. Три. Прямо сделайте такие стрелка вниз, против 3СЖ, напишите X. Это значит, вы этому вот типу, три, приписали цепь X. Естественно, того же типа, три. 1А приписали цепь того же типа, то есть 1А. И 2B' приписали цепь того же типа. Значит, это будут цепи X, Y и Z. Это нужно, знаете, стрелку вниз от каждого сделать, там писать X, Y, Z. Понятно? Да, это понятно. Таня, ты это нарисовала у всех цяточки? Да. Теперь посмотрим на второй политип. Вот он. Три. Ой. Один Б. У меня ужасно. Три. Один Б. А дальше? Один А. Один А. Значит, надо три. Мы сопоставили У. Типа три. Один Б. Сопоставили В. Это все же У, В. Живые цепи. Типа, ну, один Б. И, наконец, кто там последний? А. Два. Два А. Два А. Два А. Сопоставили цепь типа 2А. Это значит, значит, в этом элементе какие цепи входят? Х, Y, Z. Соответствующих типов. А в этом элементе для этого политипа входят цепи У, В, В. Ну, соответствующих типов. Так вот, мы хотим, чтобы одно множество из трех элементов, X, Y, Z. Это множество из трех элементов, из трех цепей. То есть, слово элементов в двух смыслах путается. Не надо слово элементов. Значит, первое множество – это множество из трех цепей. X, Y, Z. Обведите кружочком. То, что подписано было здесь для политипа. Вот X, Y, Z. Вот снизу написано. Кружочком введем. А здесь У, В, В. Обведем кружочком. Значит, это два трехэлементных… Ну, слово элемент путается немножко. Значит, это два множества. Первое из трех цепей и второе из трех цепей. Мы хотим, чтобы эти два множества не пересекались. Это понятно? Да. Так, Максим, кажется, вы со мной дискуссию вели, да? Алло. Да, это понятно. Ну, а что ж не понятно? Ну, вот, значит, наберем, наберем сколько угодно. Конечно, в слове «область» не сказано, сколько их надо набирать таких. Наберем сколько угодно элементов, лишь бы они попарно не пересекались. Ну, например, множество из одного элемента, оно всегда образует область, потому что просто ему не с кем пересекаться больше. Ну, ясно, что мы хотим область взять побольше размером. Ну, а уже если взять область из двух элементов, ну, конечно, надо посмотреть, чтобы x, y, z для первого элемента и u, w, w для второго элемента, чтобы они не пересекались. А, может быть, можно взять область из трех элементов. Ну, а, может быть, можно взять область из трех, из ста элементов. И в этом множестве элементов, в нем будет сто элементов. И вот эти вот элементы попарно не пересекаются. То есть ни у какого альфа, ни с каким бета нет общей цепи. Вот неважно, сколько штук элементов в x. Вот сколько будет, столько будет. Это определение области. Понятно? Можно еще раз? Элемент – это живая цепь. Нет, элемент – это последовательность. Ну, попросту говоря, это пара, тройка или четверка. Больше не бывает. Потому что у нас политипы бывают только вот такие. Тогда здесь элемент будет из двух цепей, да? Соответствующих этому и этому типу, да? Еще бывает элемент из трех цепей, соответствующих этому, этому и этому типам. Еще бывают элементы из четырех цепей, соответствующих этому, этому, этому и этому типу. Да, все, кажется, я понял, о чем речь идет. То есть у нас в нашей области формируется из 50, всего 51 тип операций. Имеется 51 взаимодействие, это не операции. И каждому соответствует свой политип. Значит, имеется 51 политип. Значит, а сколько имеется элементов? Гораздо больше. Потому что для одного политипа сколько можно набрать элементов с этим политипом? Вообще говоря, кучу. Потому что можно разные цепи сопоставлять тем типом, который входит в этот политип. Понятно я говорю? Это зависит от размера графа Ж-штрих. Да, вот сейчас я понял, да, о чем речь идет, все. Вот. Таня, вот вы у меня два очень... То есть это, если перевести на язык математики, ну не математики, а программирование, наверное, это сколько одновременно операций мы можем выполнить за один такт? Очень умно. Да, ну все-таки пока вы себя... Да, это правильно, только себя не сбивайте. Ну да, пока нужно более формально это понимать, математически. Ну что значит два элемента альфа и бета не пересекаются? Неужели это трудно понять? Значит, тройка... Ну если это политипы с тремя аргументами, то значит надо, чтобы тройка цепей из альфа и тройка цепей из бета, а это вот эти тройки, они и образуют элемент альфа и элемент бета, чтобы они не имели общей цепи. Ни одной, ни двух, ни трех тем более. Понятно? А область – это множество таких попарней, пересекающихся... элементов. Ну, Максим, что-нибудь спроси или скажи. Да, все, я понял, о чем речь. А у нас Семен еще молчит. Может, нам что-нибудь Семен скажет? Если захочет, конечно. Так. Семен, вы живы-здоровы? Или нас покинули? Ау, Семен, вы чай пьете? Ну ладно. Что сделаешь? Так вот, что такое область, мы поняли. Но мы хотим, естественно, как в чемодан. Многие люди стараются в чемодан, когда куда-нибудь едут, но редко кто возит полупустой чемодан. Уж не знаю, почему. Это такая психологическая загадка. Так вот, многие стараются в чемодан натолкать как можно больше вещей. Мы также и в область хотим натолкать как можно больше элементов. Ну, вот так, интуитивно. Пока непонятно, зачем. Ну, так вот. Например, очень многие авторы стараются в учебник натолкать как можно больше сведений. Вот редко кто пишет такой жидкий учебник, которым мало натолкано сведений. Почему так вот устроено, что... И даже есть такой образ, что этот автор вот так пишет, что вот он как будто вот чемодан переполнил, он коленкой нажмет, чтобы его защелкнуть. Вот столько он старается натолкать туда разных фактов. Так вот, мы хотим такие области, такую область взять, чтобы в ней было как можно больше элементов. Ну, чтобы они оставались попарно не пересекающимися. Это вот определение максимальной области. Максимальная область – это область, на которой достигает максимума функции какая? Значит, ВМ в области... Ну, скажем, Х. Вот Х – это область. Х – это область. В области... Область состоит из элементов. Каждый элемент имеет качество. П от альфа. Это качество чего? Это качество взаимодействия, от которого этот политип взялся. У нас каждый политип – это аргументы, типы аргументов взаимодействия. Значит, у каждого политипа есть его качество. Так вот, мы хотим, чтобы суммарное качество всех элементов, натолканных в Х, было максимально возможным. То есть мы в Х добавляем все новые и новые элементы, соблюдая два условия. Одно условие, чтобы элементы оставались попарно не пересекающимися. И вот совершенно верно Максим сказал. Смысл этого – чтобы можно было взаимодействия применить каждое взаимодействие Ф альфа применить к своему элементу альфа без противоречия с другими элементами. То есть независимо друг от друга Ф от альфа для всех альфа выполнять. Потому что каждая альфа свои цепи, свои аргументы имеет. но чтобы мы толкаем туда, значит, и так, в Х мы толкаем как можно больше элементов с соблюдением двух условий. Чтобы элементы по-прежнему попарно не пересекались. Ну и во-вторых, чтобы как можно больше было суммарное качество суммы всех. Чтобы как можно больше была сумма всех качеств элементов из Х. Ну или суммарное качество. Вот это точное определение. Так вот, на втором этапе, теперь я наконец совершенно точно сформулировал алгоритм, нужно взять любую максимальную область. Значит, нам дано Ж. По Ж образовали Ж' Это значит то, что вышло из Ж после удаления всех обычных ребер. Это Ж' По Ж' наделали элементов. Столько элементов, их может быть очень много, сколько цепей в Ж' Ну там, может быть, в квадрате, в кубе и так далее. намного больше, чем элементов Ж' А потом взяли как можно больше элементов, натолкали в одну область. Это будет максимальная область. И вот для любой, их много разных максимальных областей, вообще говоря, она не одна. У функции у равно синус х много максимумов. Счетное число. Так вот, для любой максимальной области в чем состоит второй этап алгоритма? Мы применим к каждому элементу, вошедшему в эту область, М, свое взаимодействие, которое соответствует этому элементу, независимо от других элементов и других взаимодействий. Применим. Ну и какая цепь выйдет, вот ту положим в Ж. Это будет результат преобразования в Ж. И это однократно выполненное действие даст результат второго этапа, Ж2 штрих. А после этого, на этом Ж2 штрих, мы сделаем автономное приведение. Вот весь алгоритм. Какие есть вопросы и так далее. Качество области это как раз то, что мы говорили, что дешевле становится при введении автономного алгоритма, да? Ну да, да, да. Потому что мы, беря максимальное, беря максимальное максимального качества, мы что берем? Мы берем максимального суммарного качества разбиения без противоречия вот этих вот цепей на такие дизюнтные кусочки. И тем самым берем максимальное суммарное качество того, что суммарное качество всех выполненных при данном М взаимодействий. оно у нас входит с минусом. И поэтому у нас получается минимальная суммарная цена по Леме-2. Да, да. Точно так. Потому и максимальное максимальное качество. Отсюда и отсюда и смысл натолкать как можно больше элементов. Чем больше элементов натолкаем, тем будет меньше суммарная цена цепочки. Таня, ты понимаешь, что я говорю? Спроси чего-нибудь. Это нисколько неплохо спрашивать. Я вот всегда задаю что-то ну и раньше, но и сейчас самые глупые вопросы. И мне это ну так нормально. Не стесняюсь. Вот про область у нас были там множество цепей XYZ и второе множество UVW. Да. Значит, тут у нас область все шесть цепей. То есть XYZ UVW. Нет, нет. Область состоит из троек цепей, четверок цепей и двоек пар цепей. нет. Область состоит из элементов. То есть мы не объединяем элементы между собой. То, что ты сказала, это значит мы альфа, которая состоит из XYZ и бета, которая состоит из UVW. Вот если их объединить, сыпать в одно, это будет шесть цепей. Но нам это не надо. Мы первую тройку цепей саму по себе берем, вторую тройку вот эту UVW саму по себе возьмем. Потом еще берем какую-нибудь тройку ABC для еще какого-нибудь взаимодействия. Потом берем четвертую тройку, пятую, шестую, сотую тройку. Но при этом они все должны попарно, то есть никакая тройка, ни с какой другой тройкой цепей не должна пересекаться. то есть иметь общую цепь. Вот это мы так наберем область. А когда мы натолкаем как можно больше элементов, ну то есть таких вот пар, троек, четверок цепей, как можно больше, ну чтобы максимум был суммарного качества, вот, то это будет область максимальная. Но попробуй вот это как-то своими словами сказать. Это нужно. Все, понятно. То есть эти двойки, тройки, четверки, они образуют множество. Ну то есть множество состоит из, ну ведь ты же знаешь, что множество может состоять само из множеств. Да, да, Сейчас обычно. Ну даже примеры приводить не стоит. Множество состоит из множеств. Так вот у нас область состоит из чего? Что является в этой области элементом? Тут игра слов. Откуда произошло? Что является элементом области? Элементом области является пара цепей или тройка цепей или четверка цепей, но чтобы эти цепи, каждая по отдельности соответствовала какому-то поли-типу, то есть чтобы над ними можно было выполнить одно из 51 взаимодействия. Одно из тех взаимодействий. Понятно или не очень? Да, понятнее стало. Ну, надо вот разбираться, ну, у нас и консультации есть, и тем более ты же у меня, так что ты вообще можешь со мной связаться и просто задавать. Ну, как тут? Только спрашивать надо, ну, и обдумывать. Ну, Максим или кто-нибудь, может там Семен и Айша что-нибудь приятное скажет, или неприятное. Да, вот у меня вопрос. Давай. Мы максимальную область применяем до, вернее так, мы же ищем максимальную область, потом мы применяем наши операции, каждому элементу. Каждому элементу максимальной области мы применяем, ну, грубо говоря, операцию, но на самом деле это иногда композиция операции, которая соответствует этому элементу. Да, и это мы делаем однократно. Я понимаю ваше однократно. То есть мы таким образом же разбиты на такие кусочки, которые мы называем элементами, мы каждый элемент схлопнем в некоторую свою цепь. И вот все это составит новое G. G2' Можно сказать, почему нам еще раз применить какие-нибудь взаимодействия к полученному множеству цепей. Но это не нужно. Алгоритм это же дел творческое. Не нужно, поскольку и этот алгоритм является уже точным. Он уже точно решает исходную задачу. то есть мы вот как все происходит. Мы имеем граф, который нам поступает. Какой? Давайте тоже называть. Граф G. Ну, самый начатый. Первый этап над ним какой? Мы должны убрать все простые ребра. Вырезаем, кажется, мы так вырезаем все обычные ребра. Это дает G-штрих. над G-штрих мы строим множество над G-штрих. Это вот у нас жалко нет от геометрии людей. Там они очень любят что-нибудь делать над. Но это вообще такая обычная вещь, так сказать. Поверхности рассматриваются над полем комплексных чисел или над полем вещественных чисел. Это употребляю слово над. Так вот над цепями, которые в G-штрих остались, там и циклы остались, но мы на них не глядим. Они какие были, такие и дальше пойдут. Над цепями, которые остались в G-штрих мы образуем разные области. Ну образуем сначала хорошо. Сначала над цепями с G-штрих мы образуем всевозможные элементы. Алло, слышите меня? Да. Всевозможные элементы. А потом мы эти элементы, они же могут пересекаться, всевозможные элементы. Запросто могут быть элементы, которые пересекаются между собой. Так вот мы из этих всех элементов отбираем такие вот области, вот буквально как вот на ребенок красным кружочки делает, потом пересекающийся с ним делает голубой кружочек. Вот мы отбираем разные области из попарно не пересекающихся элементов. Это понятно? А потом среди этих вот областей из попарно не пересекающихся ищем самую плотно набитую максимальную по качеству область. Да, это понятно. а почему мы не применяем второй раз? Вот мы получили потому что логически ничего не противоречит. Почему бы еще раз не применить? Но ответ такой, потому что при однократном применении уже доказывается, что достигается после выполнения Есть доказательства. Да, в этом и стоит наша работа, которую мы изучаем. Уже доказывается, что после однократного применения, ну после применения этапов один, два и три, где на этапе два однократно берется максимальная область, уже получается кратчайшее приведение же к финальному графу, к финальному виду. Уже. Ну, значит, получается, получается. Почему на нуль не делят дважды? Потому что если один раз на нуль поделить, будет бесконечность. Ну, можно второй раз поделить на нуль, я уже не знаю, что будет. Будет снова бесконечность. Вот еще бесконечность. Нет, это больше кривый пример, так сказать. хорошо. Почему они берут дважды предел последовательности единицы на n? Потому что если взять один раз предел единицы на n, вот это лучший пример, лучше пояснение. Если взять один раз предел последовательности единицы на n, получишь ноль. Если ты поставишь снаружи еще раз предел, то это будет предел последовательности ноль, 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 ноль. Понятно? Такая последовательность бывает. Константа ноль. Ну, у нее предел будет снова ноль. Я понятно сказал? Вы понимаете, что такое предел от последовательности единицы на n. Внутренний предел даст ноль, а внешний предел даст ноль. Ну, вот поэтому два раза предел не ставит. Да, я понял, хорошо. Таня, ты что-нибудь хочешь спросить или сказать? Нет, все понятно. Ну, давайте, давайте старайтесь. Нет, я не считаю, что это легко, это, конечно, совсем непросто. но теперь вы можете меня спросить, а как же алгоритмически найти максимальную область? Ведь мы ее только определили, что это такое, как понятие. А как ее в программе, в компьютере найти? Алгоритмически как найти? Так вот, для этого мы используем так называемое CLP, целочисленное линейное программирование. CLP состоит в том, чтобы но давайте лучше скажу, как мы сведем поиск максимальной области к вспомогательной задаче. Вот сейчас скажу, какая задача. Для каждой вот этого взаимодействия, композиции, операции, композиции бывают еще раз и с двумя аргументами, с тремя аргументами, с четырьмя аргументами. Ну, или если по числу операций бывает композиция, которая сводится к одной операции, SM обычно, или к двум операциям, SM обычно, или к трем операциям SM. Все, других не бывает. Но не важно. Так вот, каждому взаимодействию из наших 51, мы запоставим целочисленную переменную. Целочисленную означает, что мы накладываем условие, что это она больше или равно нуля. Это неравенство такое. Но еще есть такое требование, которое не выражается никаким неравенством. Мы требуем, чтобы в этой переменной пробегало только целые числа. Только целые числа. Так вот, мы хотим, сначала я интуитивно здесь написано, мы хотим, чтобы XF равнялась числу непересекающихся элементов в искомой максимальной области. Числу максимальных элементов. Ну, сколько их там будет, штук? Вот я говорил, 100. Значит, для каждого взаимодействия F, XF это сколько будет элементов с политипом F. Ну, как же мы, какие же у нас будут ограничения? Что такое вообще линейное программирование должно быть линейное ограничение, то есть равенство, и линейное ограничение неравенства. Вот у нас уже было XF больше равно нуля. Это неравенство ограничений. Теперь еще будет ограничение одно. Вот такое. Вот посмотрим, что здесь значит. Вот это вот C это оно зависит от типа и от от типа T и T фиксировано и зависит от взаимодействия F. Так вот вот само вот это вот это вот коэффициент CTF равен числу типов T среди аргументов взаимодействия F. Это слова понятны. И чему же оно может равняться? Сколько может быть данного сколько раз может один тип T какой-то входить в аргументы взаимодействия F? Но может входить ноль раз. Ну потому что ни разу значит он просто не встречается 1 в аргументах F. Не встречается и все. Значит этот коэффициент равен нулю. Он может один раз входить в какой-то тип T. 1 помните у нас было взаимодействие 1 а плюс 1 b равно чему-то. Вот один раз входит 1 а а может входить два раза. Помните у нас было взаимодействие 1 а плюс 1 а значит вот два раза она входит. Но больше чем два раза никакой тип T не входит ни в одно из наших взаимодействий. Вот этот коэффициент. Если мы умножим этот коэффициент на XF это неизвестное число неизвестная величина ну как в школе говорят мы не знаем сколько там воды в час вытекает из бассейна но обозначим это за X вот также мы обозначили XF это сколько будет элементов сколько будет элементов то есть политипов F ну сколько будет элементов от F от взаимодействия F ну значит у нас тип T сколько типов сколько цепей типа T израсходуется ну вот C это сколько расходуется типа T цепей типа T в одном взаимодействии F и мы умножаем на число элементов для этого взаимодействия F это что вот это произведение выражает сколько расходуется сколько израсходовано цепей типа T во всех взаимодействиях во всех 51 взаимодействиях а если возьмем сумму это будет сколько у нас израсходовано цепей типа T во всех взаимодействиях с учетом что одно взаимодействие может несколько раз применяться XF может быть 2 3 5 для всех ну и по всем взаимодействиям из нашего множества с 51 цепей но эта сумма должна быть меньше чем вообще есть число цепей типа T потому 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 мы хотим чтобы цепи одного типа не повторялись а вот LT это число всех цепей типа T вот это неравенство для каждого T выписывается но давай девушки юноши давай чего не говорите спрашивайте чего нибудь и попробуйте вот полезно чтобы как английском улучшить повторить попробуйте повторить что написано что выражает собой это неравенство ну кто-нибудь может здесь более-менее понятно понятно то есть у нас XF это то сколько раз используется то сколько раз элементов операции нет 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 как вернее нет вернее так она не требует операции сколько элементов из нашей области которую мы рассматриваем сколько сколько есть элементов значит сколько есть XF это сколько элементов нашей области к которым будет применено F это понятно да нет И каждое такое F примененное, оно потребляет свой элемент, и элементы все должны быть с разными цепями, а в одном элементе вот может быть C типа T, C штук цепей типа T. Ну, понятно или нет? Ну да, то есть количество цепей, которые мы хотим задействовать на шаге оптимизации, не должно превышать количество цепей, которые у нас всего есть. Да, очень даже просто. Таня, а ты что, скажешь про это неравенство? Не очень понятно, да? Ну, более-менее понятно. Ну, надо постараться дома вот не в общем виде, а как-то на конкретных примерах повыписывать. Ну, хорошо. Это вот будет ограничение. Значит, сколько будет ограничений? Вот таких ограничений сколько? Сколько разных T? Сколько разных типов? А вот таких ограничений больше или равно нуля будет сколько? Ну, столько, сколько взаимодействий. F. Ну, а максимизируемую функцию какую? Суммарное качество области. Значит, взаимодействие F. Какое качество несет с собой? PF. Понятно? Ну, F от F – это то, что вот тут обозначалось F от альфа. Потому что F от альфа – это качество политипа альфа. А качество политипа – это качество того F, у которого этот политип. То есть того F. Вот это вот качество, которое приносит применение F. А сколько раз F будет применяться? XF раз. Значит, вот оно суммарное качество всей этой области. Во всей этой области, если мы взаимодействие F будем применять XF раз. Это такой вектор в аргументе стоит. Ну, вот если мы решим задачу максимизации вот этой функции при вот этих ограничениях, то мы и получим максимальную область, в которой будет взаимодействие F представлено XF раз. Ну, XF ведь может и нулю равняться. Это означает, что некоторые F не будут включены в эту максимальную область. А другие могут быть включены несколько раз. Получается, в этой сумме у нас 51 слагаемое. В этой сумме у нас в точности 51 слагаемое абсолютно. Ну, и вот в этой сумме ровно 51 слагаемое. Конечно. Только вот это F, тут я написал, видите, его рукописная буква F. А тут я в индексе, он не дает мне поставить рукописную. Поэтому я ее написал прямым. Но вот это F, это вот это самое вот F. Да, может быть, здесь лучше было бы написать просто по F. Ну, ну, не важно вообще как. По F, ну, хорошо. Да. Ну, есть какие-нибудь замечания? Мы максимизировали функцию, но это же получается численно. А мы хотим найти максимальную область. Во, во. Ну, вот это уже очень умно сказано. Я все ожидал, кто мне скажет. Конечно, решая эту задачу, мы же еще вовсе не найдем никакое множество элементов. Мы не найдем никакую область. Ну, область – это множество элементов. А как же нам найти-то эту саму-то область? А вот как? Мы должны брать, мы должны перебирать все взаимодействия. Вот пусть мы имеем решение этой ЦЛП, вот этой задачи. То есть что мы имеем? Вот этот вектор XF. Значит, мы про каждое взаимодействие F из 51 штуки знаем, чему равно XF. Вот перебираем их всем. Берем первое взаимодействие. Если XF 0, то значит, оно просто не входит. Ну, и все, забыли о нем. Берем второе. Если оно 0, тоже забыли о нем. Доходим до первого XF, которое не 0. Пусть оно, например, равно 2. Какое-то взаимодействие F, и для него XF равно 2. В одном конкретном решении, в одном векторе XF. Так, XF равно 2. Тогда что это означает, что XF равно 2? Означает, что можно набрать цепей на два элемента для этого F. Вот ровно это было выражено тут. Я понятно сказал? Тогда мы возьмем какой, какие угодно цепи тех типов, которые в аргументах F. И назовем X, Y, Z возьмем. И это назовем один элемент альфа. Но XF равно 2. Значит, у нас есть еще цепи под этот полиэтип F. Потом возьмем другие цепи U, V, W. И V, которые опять под аргументы F подходят по типам. И это будет второй элемент бета. И они будут не пересекаться, потому что мы по определению сначала взяли первую тройку, потом вторую тройку образовывали из оставшихся цепей. Но почему у нас каждый раз будет хватать оставшихся цепей на образование очередного элемента? Потому что XF равно двум. Если бы у нас не оказалось двух троек, не пересекающихся, то тогда бы это означало, что можно увеличить значение этого функционала. А у нас он уже достигает максимума. Непонятно? Так, а можно еще раз? Вот у нас XF. Сколько элементов в нашей области, которым будет применено F? В взаимодействии… Одно F какое-то, конкретное. Да, конкретное F. Но это зависит от того, чему равно XF. Да. Так. Ну, хорошо. Ведь мы уже имеем… Вот смотри, решение этой задачи ЦЛП, то есть когда уже есть решение… Ну, погоди, я уже тут… Как нужно? Так. Я уже знаю, как тут нужно так. Решение… О, Господи, что это… Не то делаем. Решение – это задача ЦЛП. Как же ее нам тогда обозначить, что ли, как-нибудь? Решение этой задачи ЦЛП. Ну, оно будет индивидуальное решение. Оно будет… Ой, ну я сейчас так на ходу не сделаю, с значками. Решение этой задачи – это будет какой-то конкретный вектор длины 51, и на первом месте будет стоять какое-то значение X1, на втором – X2, на третьем – X3, и так далее. X10, X20 и X51. Значит, и XFT означает, сколько раз, сколько элементов для F следует включить в максимальную область. Ну, и как мы фактически будем эту M строить? Мы когда идем до этого F, мы будем набирать для этого F элементы в количестве XF. Как набирать? Сначала возьмем одни цепи тех типов, которые для F. Это будет XYZ. Потом исключим их из оставшихся цепей и будем набирать U, V, W под типы, которые в F. И так далее. Непонятно? Понятно. Но ты не смущайся. Ты понимаешь, у тебя может быть ощущение такое, что там ведь, понимаешь, ты сейчас у нас на конкурсе, Таня. На третьем. На третьем. Понимаешь, ты же в основном до сих пор имела исключительно учебные задачки. А я рассказываю то, что вообще было опубликовано впервые в каком году-то? В 20-м. То есть в прошлом году. В прошлой осени. То есть ты как бы слушаешь рассказ о науке современной. Ну и такое... Естественно, это не то же самое, что там прочесть доказательства какой-нибудь лемма-гейни-борреля там фихингольцы. Потому что эту лемму-гейни-борреля там ее там, не знаю сколько, сто лет пересказывают и переписывают. Ну, конечно, да, это трудная наука. Она другого порядка. Она не носит учебный характер. Она излагается мною в таком учебном стиле. То есть как бы очень не спеша, со всякими прибаутками и присказками. Ну, в этом смысле она... Это легче. Но по смыслу своему это научное... Уже состояние научной работы. Ну, в форме пока вот изучения научных работ. Ну, ладно. Значит, есть еще какие-нибудь вопросы, осуждения? Нету, да? Так, ну вот ссылки по этой работе. Значит, вот у нас эта работа есть в доклады Академии наук, опубликована, кстати, в 2020 году. Вот полностью опубликована в Mathematics, тоже в 2020 году. А также в припринте. Ой, что-то здесь какая-то... А, припринте тоже, кстати, 2020 года. Ну, и там некий предварительный вариант в работе 2017 года. Ну, конечно, полезно что-нибудь посмотреть из этого. Это все можно скачать бесплатно и легко с сайта лаборатории. Ну, вот тут есть, конечно, такая великая проблема. Ну, то есть великая, другая проблема. Это вторая проблема. Вот мы использовали одно семейство взаимодействий. Вот те конкретные 51 взаимодействия. А может быть, есть какое-нибудь другое семейство взаимодействий. Я его условно назвал F1. То было F, а это F1. Но какой вообще признак этого семейства? Оно должно быть максимально большим семейством взаимодействий. Так что его, грубо говоря, нельзя еще каким-нибудь расширить. Таким, чтобы строго увеличить вот это P от максимальной области. Вот Максим очень тонко понимает. P от максимальной области суммарное качество максимальной области. Оно входит с минусом в суммарное качество приводящей цепочки. Значит, если мы могли бы увеличить P от M, мы могли бы еще больше уменьшить суммарную цену приводящей цепочки. А она уже кратчайшая. Она уже минимум. Поэтому ее уменьшить нельзя. А значит, и качество увеличить нельзя. Значит, вот то семейство наше конкретно из 51-го, оно полное. Его расширить некуда. Ну вот, может быть, есть какие-то другие полные семейства. есть еще и вторая задача. Ну, может, я ее в самом конце все-таки не скажу. Уж пока не будем что-то не переборщивать. что у нас на сегодня со временем? Кажется, мы как-то близко. Я всегда забываю, у нас конец или не конец? Сколько у нас осталось времени? Вообще закончилась пара, да? С 17.45, если начать. У нас не прошло. Ну все, тогда мы на этом закончим. Я вот это выложу. Прошу смотреть и в прошлый раз спрашивать. А в следующий раз я начну доказывать. Ну вот, начну Лему-1. Ну, когда покопаетесь с доказательством, то, может быть, у нас станете понятнее эти определения. Пока они немножко, как бы, понимаете, как длинный список определений в матанализе, а упражнений мало. Это тяжело становится. Ну, как тут? Вот, а доказательство это, что это некий такой ворот упражнений. Тогда и понятие будет легче. Значит, на этом у нас лекция закончилась. Вот все свободны, кроме кто тут хотел бы со мной, может, индивидуально спросить.